На минувшей неделе в Армении отмечали праздник. Празднования, состоявшиеся в выходные, были связаны с Днем гражданина Армении. В связи с мероприятиями, приуроченными к этой дате, в Ереване, был перекрыт ряд центральных проспектов и улиц. В общем, на улице вышло несколько десятков тысяч человек, счастливых от того, что они являются гражданами Армении. Праздник отмечается в Армении впервые и приурочен он к годовщине бархатной революции в Армении. Нетрудно догадаться, что Никол Пашинян намеренно учредил такой праздник, чтобы внедрить в сознание рядовых граждан Армении идею о том, что они счастливы уже от одной мысли о том, что привели его к власти. Как передает Азиас, со ссылкой на взгляд Аз, отмечая праздник, рядовой гражданин Армении, слившись с толпой, чувствуя себя долей огромной массы, заполнившей площадь республики в Ереване, хотя бы на несколько часов, пока длился митинг, сумел забыть о реальной Армении. А после того, как праздник закончился, и все разошлись, вернулся домой, к страшной действительности. Обратите внимание, с момента своего образования, в 1991 году, Армения находится в войне с одним из своих соседей, и враждует с двумя. До 2018 года в Армении, у власти друг друга сменяют кланы, которые грызутся между собой и расхищают и без того скудные богатства страны. Весной 2018 года, народ Армении, устав от того, что над ним ежедневно издеваются, унижают, крадут его имущество, встает на ноги и свергает ненавистное правительство. После этого, люди думают, что наконец-то заставили уйти эксплуататоров, и теперь настанут лучшие времена. Однако эти времена не наступают. Никол Пашинян, навязавший всему армянскому населению празднования своего прихода к власти, до сего факта, громогласно обвинял предыдущие власти в неспособности решить Нагорно-Карабахский конфликт. Никакого развития в этом направлении за год пребывания Пашиняна у власти нет. На линии фронта продолжают гибнуть армянские солдаты. Пашинян не смог вывести свою страну из состояния экономической блокады, в которой уже много лет находится из-за военной агрессии против Азербайджана. Чуть ли не ежедневно армянские правительственные органы и СМИ утверждают об экономическом развитии, росте и т.д. С каких пор выколачивание денег у простых людей, годами созидавших свой малый, средний и крупный бизнес, стал считаться чуть ли не единственным способом пополнения бюджета. С каких это пор, рэкет, возведенный в Армении нынешним руководством до уровня государственного, считается законным методом пополнения госказны. Благо придумали фейсбук, который все терпит. На своей странице Пашинян записал следующее. Дорогой народ, гордые граждане Республики Армения, поздравляю всех вас с Днем гражданина. Вы победили, и будете побеждать. Представьте, с какой ухмылкой, писал эти слова Пашинян, который не мог в открытую написать. Молодцы, спасибо за то, что привели меня к власти. Экономические и социальные показатели Армении продолжают ухудшаться. Армения продолжает оставаться одной из самых бедных стран, не только СНГ, но и мира. Медленными темпами продолжает расти безработица. Нет сфер, где можно было бы открыть новые рабочие места. Есть определенный, незначительный рост заработной платы, который происходит за счет средств тех людей, которые теряют свои рабочие места. Молодежь продолжает покидать страну от безысходности. Кроме того, Армению покидают семейные люди, забирая своих детей и жен. А те молодые люди, которые не подумав, возвращаются в страну, скоро начинают об этом жалеть. Ведь Армения, так и не стала тем раем, который Никол Пашинян обещал народу. И не надо говорить, что один год, это очень короткий срок, немногое ли требует из Пашиняна и так далее. Человек, на самом деле способный решить экономические и социальные проблемы в своей стране, обладающий всеми необходимыми методами и рычагами, у которого есть готовая программа, сделает это за считанные месяцы. А не будет маяться, что мол, я всего лишь год у власти, дайте мне привыкнуть, все выяснить и так далее. Армения, мягко говоря, уступает своей позиции по всем социально-экономическим показателям. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.